Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами второй прогноз карта дня на 2 сентября 2024 года. Давайте с вами посмотрим, какой это для нас день, что он нам принесет. Итак, давайте будем смотреть. 2 сентября 2024 года. Общая карта дня. Королева мечей. Знаете, день достаточно такой будет напряженный, но очень много каких-то событий, возможно. Принятие каких-то серьезных решений, деловые переговоры. Но, знаете, здесь может быть какая-то резкость в чем-то давление, да, может быть проявлено в чем-то давлением. Так. Ну, в то же самое время, как восторжествует справедливость. То есть, несмотря на то, что может быть оказано давление, это давление может быть справедливым. Хорошо. Что в позитиве? В позитиве решение какой-то ситуации, которая являлась достаточно такой скользкой, неприятной, запутанной. То есть, эту ситуацию человек сможет разрешить и сможет внести ясность какую-то. Что в негативе? В негативе может быть разочарование, упадок сил, плохое настроение, депрессия. На что следует обратить внимание? На работу, на то, чем вы занимаетесь, на оплату вашего труда, да, то есть вообще финансы. Как правильно вы распоряжаетесь финансами, допустим, сколько вы получаете. Вы понимаете, действительно ли ваш труд столько стоит или, может быть, больше надо, скажем так, зарабатывать. Как-то так. Что в личных отношениях? В личных отношениях, ну, здесь как потери ресурсов. То есть, усталость может быть, время отдохнуть. Нужно набраться сил, нужно набраться ресурсов, нужно восстановиться. И тут необходимо подумать не столько даже о материальных вещах, сколько о духовных. Что в работе? В работе важную роль будет играть некий король жезлов. То есть, это человек достаточно амбициозный, активный, такой предприимчивый. И этот человек будет пытаться как-то, знаете, повлиять на вас. То есть, он будет оказывать, будет пользоваться своим положением, будет пытаться как-то вас подстроить под себя, я бы так сказала. Но тут вот надо будет с этим человеком решать вопрос. Это будет непросто. Ну, я думаю, что вы своего добьетесь. Какой-то день для поиска работы, хороший, ищите. Какой-то день для дел, не очень. Да, тут какие-то могут быть у вас тревоги, переживания, что-то слишком много каких-то дел у вас. Если запланирована встреча, как она пройдет? Встреча пройдет хорошо, результативно. То есть, за шагом вы будете продвигаться вперед, и, в принципе, перед вами открываются новые возможности, благодаря вот этой встрече. Так, какой-то день для покупок. Хороший, покупайте. Можно ли давать деньги в долг? Да. Можно ли брать в долг? Нет. Можно ли брать кредит? Нет. Общий совет карт. Так, ну, от какой-то идеи необходимо отказаться. То есть, в этот день вы поймете, что от какой-то идеи лучше отказаться, и лучше этим не заниматься, лучше не пробовать. Вот как-то так. Вы поменяете, как будто направление, что-то новое для себя, откройте, как неожиданно. И давайте посмотрим послание. Долг погашен. Старый груз и привычка чувствовать себя в долгу вас больше не обременяют. Ну, вот такое послание. Хорошо, друзья, смотрим дальше. Кстати, я сегодня записала прогноз для всех знаков зодиака на сентябрь. Так что заходите, пожалуйста, смотрите. В целом прогноз там неплохой. Итак, хорошо. Овны. Карта дня для вас. Овны. Так, ну для овнов день хороший, радостные какие-то события, счастья. Что-то будет связано с некой королевой жезлов. Эта дама что-то придумает, что-то интересное вам предложит, расскажет. Или что-то интересное в жизни у этой женщины будет. И вот вы будете принимать участие, да, вот в каких-то разговорах. Вам что-то очень понравится, что-то будет связано с этой женщиной. Вы будете довольны. Кстати, через эту даму вы получите свой интерес. Я бы так сказала, да, что вы будете испытывать гордость за этого человека. Тут дружба. Дружба, хорошие отношения, теплые такие, открытые. Ну, вы будете довольны. И вообще, вот в вашем окружении некая королева жезлов будет, знаете, как солнце. То есть вы будете на нее обращать внимание. Она будет привлекать ваше внимание к себе. То есть вы к этой женщине будете неравнодушны. Хорошо, посмотрим совет. Совет. Творите, создавайте, созидайте и экспериментируйте. Далее. Тельцы, карта дня для вас. Итак, для тельцов новые возможности какие-то, продвижения в делах. Знаете, вы решите финансовые какие-то ваши вопросы. Что-то связано с деньгами, с большой суммой денег. И вот вы, знаете, как откроете для себя что-то. То, что раньше было для вас закрыто, станет открытым. Вы поймете, как решить что-то, как улучшить ваше положение. Такое впечатление, что, может быть, вам повысят зарплату. Или какие-то будут дополнительные у вас услуги. То есть вы, за которые вы получите какие-то средства. Может быть, знаете, вас будет рекомендовать. У вас, может быть, увеличится клиентская база, к примеру. То есть к вам будут приходить эти деньги. То есть то, что было закрыто, станет открытым. Может быть, было как ограничение какое-то в сумме. Ограничение снимут. Вы получите свой интерес. Проявите мудрость. Проявите мудрость и терпение. Сила тельцов в любви. Будьте чуточку увереннее в себе. Далее. Близнецы. Карта дня для вас. Для близнецов, знаете, день будет немножко напряженный. Вы будете чем-то недовольны. Недовольны какими-то отношениями. Недовольны человеком, который к вам, в принципе, настроен. Неплохо. Вы, знаете, даже не то, что вы недовольны. Вы не доверяете кому-то. То есть вы к кому-то относитесь с каким-то предубеждением определенным. То есть что-то вам кажется не так в этих отношениях. И человек как-то, может быть, играет перед вами. Вот вы будете думать, что это какая-то игра. Что это не искренние, не честные отношения. Хотя по большому счету этот человек, я думаю, к вам относится искренне. Но вот вы настроены немножко враждебно. Холодно как-то. Но в целом вас ожидает благополучие. То есть вот эта ситуация для вас, она разрешится. Сила ваша в женщине какой-то. Прислушайтесь к тому, что она вам говорит. Ну и следуйте за вашей мечтой. Далее. Раки. Карта дня для вас. Для раков день хороший. Смотрите, тут какая-то поездка. Решение каких-то дел, вопросов в казенном доме. С благополучием что-то сможете разрешить. Что-то для вас откроется. Какая-то информация. Продвижение у вас будет в делах. Но будьте аккуратны. Вот в плане электричества. Звуковых сигналов все-таки. То есть тут нужно быть бдительными. На дороге будьте аккуратны. То есть тут идет предупреждение. Общайтесь, коммуницируйте. Собирайте какую-то информацию. Тут вот у вас хорошее настроение будет. Прилив сил возможен. Сила ваша в интуиции. Но главное не спешите. Вот спешка вам не нужна. Итак, львы, карта дня для вас. Для львов день домашний такой, спокойный. Но в вашем окружении будет какой-то человек, который, знаете, будет пытаться как-то вас обхитрить, обмануть, надурить. То есть, знаете, тут нехорошее вот его влияние может быть. Не верьте. Не верьте ему. Кто-то будет баламутить воду в вашем окружении. Кто-то будет пытаться воду лить. Обещать много могут. Рассказывать много могут. То есть вот не имейте с этим человеком никаких дел. По возможности. Тут какой-то будет у вас разговор. Это может касаться ваших дел. Это может касаться недвижимости какой-то. Этот человек может как будто вам, знаете, как сказать, что он откроет вам какой-то секрет, какую-то тайну. По секрету, да, что-то он вам рассказывает. И он будет пытаться вас расположить к себе, чтобы вы выдали все свои секреты. Нет, вы будьте аккуратны. Не доверяйте. Да, он как будет делать вид, что, знаете, он как такой простой, свой в доску. Сила ваша в доме или дом как место силы. Особенно, да, скрывайте то, что у вас в доме. Не рассказывайте, не делитесь этим. Защищайте себя, оберегайте себя. Защищайте ваши интересы. Вот это нехорошее в вашем окружении. Девы, карта дня для вас. Девы. Девы будут общаться с каким-то человеком, который будет пытаться воздействовать на вас. Кто-то будет пускать пыль в глаза вам. Кто-то будет пытаться повлиять на вас. Лже какой-то учитель, лже профессионал, да, лже мастер какой-то может быть. То есть по возможности в этот день, ну, не имейте дело с какими-то людьми, от которых вы каким-то образом зависите, да. То есть вот тут нужно, если вы кому-то обращаетесь, то вам необходимо собрать информацию про этого человека. Какие отзывы, рекомендации есть или нет. Не ищите кого-то самостоятельно. Потому что в итоге вы останетесь, знаете, как ни с чем. То есть этот человек может вас развести на что-то, да. То есть он может как-то произвести на вас какое-то обманчивое впечатление. Вы доверитесь, и в итоге какой-то результат необходимый, который вам нужен, вы не получите. То есть тот обман будет. Поэтому будьте аккуратны. Потому что вы будете как что-то нести этому человеку, будете отдавать. Не надо этого делать. Ценное, держите ценное при себе. Сила девы заключается в том, что вы знаете, ну вот как... Вы знаете, когда сказать нет. Когда поставить точку. Знаете, как отрезать что-то. То есть вот этим нужно пользоваться. Уделите внимание вашим родным и близким. Вот такой совет. Сейчас сделаем. Итак, весы, карта дня для вас. Для весов, тут освобождение от каких-то оков. Вы сможете разобраться с какой-то ситуацией. Займетесь каким-то любимым делом. У вас появится запал. Вы будете знать, как и что вам реализовать. Как и что вам делать. Найдете применение своим талантом, своей энергией, своим силам. Также будете иметь дело с интересными людьми, которые позволят вам избавиться от каких-то ограничений. Эти люди помогут вам. Или этот человек поможет вам преодолеть что-то. Наведете порядок в своей жизни. Сила ваша в приливе жизненной энергии, жизненных сил. Доверьтесь высшим силам. Они вас выведут. Хорошо. Скорпионы. Карта дня для вас. Скорпионы. Для скорпионов тут какая-то будет здоровая конкуренция. Вы с кем-то будете тут разбираться. И будете доказывать, кто из вас лучше. Кто из вас лучший мастер. Кто из вас лучший специалист. Кто на что гораст, скажем так. То есть тут будет как выяснение какое-то. Может быть вы будете устраиваться на работу. Может быть вы будете кому-то предлагать свои услуги. И тут вы выясните, что там тоже нарисовался какой-то человек. Тоже кто-то хочет поучаствовать в этом деле. Но вы будете знать, что вы являетесь лучшим специалистом, чем вот этот кто-то. Сила ваша будет в собранности. Или может быть, знаете, вы займетесь каким-то делом, которым раньше кто-то занимался. Вот тут вы найдете все ошибки. Будете исправлять эти ошибки. Так, ну вот здесь союз, партнерство. О чем-то нужно будет вам договариваться в этот день. Учитывайте всевозможные нюансы. Стрельцы. Карта дня для вас. Стрельцы. Для стрельцов необдуманные поступки, неправильное распределение денег, обман. Кто-то может быть тут будет пытаться воспользоваться вашим доверием, допустим. Кто-то будет пытаться вас как-то обхитрить. Не честный какой-то может быть разговор. Кто-то будет лукавить. Постарайтесь с этим человеком не иметь дела. То есть этот человек проявляет особый интерес к вашей семье, к вашим родным людям. И вот будет пытаться, может быть, манипулировать вами посредством ваших близких, допустим. Или как-то будет говорить, что он может вам помочь, посодействует в чем-то. Для вас, для семьи. Не верьте этому. Сила вашего в мудрости. Проявляйте ваши скрытые таланты. Вы как разоблачите этого человека. Хорошо. Козерожки. Карта дня для нас. Козерожки. Козерожки. Так. Ну, козерожки будут скучать, наблюдать за какой-то ситуацией. Знаете, вы будете думать, как вам достичь какого-то успеха. Вам надо подождать. Что-то вам надо подождать. Ваш вопрос какой-то решится. Вы добьетесь своего. То есть будет у вас как просвет какой-то определенный. Продвижение. Будет у вас успех в делах. Но это придет к вам со временем. Пока что вам необходимо научиться довольствоваться тем, что у вас есть. Найти в этом ценность. И со временем к вам придет то, что вы как бы себе хотите. В плане того. Это может касаться здоровья. Это может касаться работы. Это может касаться там материнства, к примеру. Да, отношения там что-то. Может касаться отношений между родителями и детьми, к примеру. Это может касаться вашего дома, семьи в целом. Это все придет. Но нужно подождать. Я думаю, что это придет скоро. Но для того, чтобы это пришло, вам необходимо оценить то, что у вас есть сейчас. А есть у вас немало. Дом, делите внимание дому. Сила ваша заключается в том, что вы возьмете под контроль свои эмоции. Посмотрите на что-то с другой стороны. Тогда все станет на свои места. Водолей. Так, ну, водолеев какой-то хитрый тут человек. Будет пытаться вас обхитрить. Будет пытаться выяснить у вас что-то. Воспользоваться вашими знаниями, вашим опытом. Может быть, захочет присвоить ваши заслуги себе. Ну, тут разговор будет какой-то. Вы к этому человеку хорошо относитесь. Вы открыты по отношению к нему. Да, у вас нет никаких хитростей. А вот у этого человека по отношению к вам тут сплошной какой-то негатив. Также у этого человека могут быть какие-то зависимости. И он будет пытаться, знаете, как-то себя оправдать. Он будет, может быть, как-то говорить об этих зависимостях. О своих каких-то желаниях странных. Так. Сила ваша в интуиции. Не дайте вот украсть ваш вот этот огонь. Держите что-то при себе. Рыбки. Карта дня для вас. Рыбки. Так. Для рыбок. Ну, здесь, в принципе, день неплохой. Но единственное, что вы будете недовольны деньгами. Что-то финансовая составляющая. Вы будете не очень довольны. И тут нужно, знаете, как-то поменять вот свое отношение. Вопросу, связанному с финансами. Может быть, тут кто-то будет пытаться вами манипулировать. Кто-то будет играть перед вами. Комедию ломать кто-то будет. Но вы покажете свой характер. Вы покажете то, что вы знаете. Вы поставите человека на место. Этому человеку будет неудобно перед вами. То есть, тут какой-то такой вот разговор. Может быть, напряженный в какой-то степени. Но, тем не менее, вы своего добьетесь. Сила ваше в семье, в родных людях. Важную роль будет играть женщина. Здесь и женщина, и мужчина. Какой-то разговор между ними. Мужчина будет настаивать на чем-то. Но и женщина здесь непростая. Вот тут будет как торб какой-то. Каждый будет отстаивать что-то свое. Но я думаю, что в данном вопросе все-таки победит женщина. Напишите кому-то что-то, сообщите кому-то что-то, дайте что-то знать. Вот такой получился у нас прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.